Ограбление банка в отделении Каспочты города Шардара в августе прошлого года было раскрыто полицейскими в рекорда короткие сроки. Уже через два часа после ограбления оперативники задержали грабителей вместе с деньгами. И вот теперь троих обвиняемых под усиленным конвоем вводят в зал суда на оглашение приговора. Молодые мужчины хотели счастливить своих жен финансовым благополучием, однако вместо этого теперь вынуждены смотреть через стекло кабины подсудимых на горькие слезы своих родных женщин. 14 августа 2015 года, после обеденного времени, примерно в 16.00 часов, осужденный Осет Батаршаев стоял в очереди, чтобы получить пенсию своего отца в отделении Каспочты из Шардаринского отделения города Шардары Южно-Казахстанской области. И тогда он увидел, что образовалась большая очередь. Когда он спрашивал, что за очередь, ему сказали, что пришла субсидия в особо крупном размере, 80 миллионов тенге. И он уже получив эту информацию, поехал в АУ к себе и встретил со своим другом Нурулаем Довреном. И предложил, чтобы ограбить эту Каспочту. Злоумышленники взяли маски, перчатки, обрез и пистолет, спланировали действия. Младший брат организатора, Аскар, на следующую ночь повез их на дело на своем Лексусе. В Каспочте Троица, угрожая оружием, связала единственного сторожа и скрыла комнату с деньгами. Тут сработала сигнализация. Испугавшись, грабители схватили первые попавшиеся мешки и бежали. Однако уже через два часа они были задержаны полицейскими. В машине были найдены похищенные деньги. Примечательно, что грабители похитили всего 500 тысяч тенге. В торопях они схватили мешки, в которых оказались металлические монеты. Они просто физически не могли унести больше, но были уверены, что похищают миллионы. По материалам дела, их вина, по мнению суда, полностью доказана. Что касается умысла, на то, что они шли на разбой и нападение именно с целью похитить особо крупную сумму. Руководство отделения Каспочты и даже сторож просили преступников. Суд, учтя все обстоятельства, вынес приговор. Вердикт суда и приговоренные их родственники восприняли очень эмоционально. Одна из женщин даже кинулась в драку с оператором и охраной. Все трое обвиняемых получили по 11 лет строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова